Всем привет! Извините, что так долго задержал выпуск, что посмотреть, ну, сами понимаете, новогодние праздники и всякое такое. Саня, Саня, ты что тут делай? Пошли на кухню, водка стынет, выпьем за Новый Год, за Рождество, за наступающий старый Новый Год, чтобы всё нормально было, короче. Чё, вообще охренелось, что ли? Я тут записываюсь. И вообще, блядь, 12 число, все уже на работу вышли, что ты делаешь у меня дома? Вали нахер! Вот, как-то лучше. В общем, это новый выпуск «Что посмотреть», в котором я вам расскажу, на какие фильмы стоит обратить внимание в январе 2016 года. И сегодня в программе. Свеженький фильм с бородатым Леонардо Ди Каприо, ещё один вестерн от знаменитого Квентина Тарантино, добрый и весёлый мультик про боевые искусства и неплохая мелодрама, основанная на реальной истории. Поехали! И сперва я посоветую вам отправиться в кинотеатр прямо в Рождество, то есть почти неделю назад. И ещё раз извиняюсь за задержку с выпуском. Первым фильмом будет выживший отличный вестерн-триллер от режиссёра Алекандро Гонзалеса и Ньяху, с Леонардо Ди Каприо, Томом Харди, Уиллом Полтером и Донат Глинсон в главных ролях. Сюжет картины переносит нас в первую треть 19 века на северо-запад Америки и повествует об отряде американцев, занятых сбором пушнины и обходом границ индейских владений. Однажды они подвергаются дерзкому нападению краснокожих, ведь аборигены разыскивают украденную дочь вождя и ни с кем не намерены вести светский бесед. Потеряв несколько человек и лишившись лодки, охотники пробираются по лесу, полностью положившись на чутьё своего проводника, много лет прожившего в местном племени. Однако он попадает в лапы гризли и с помощника превращается в абузу. Начальник отряда оставляет умирающего на попечение сына жертвы и двух охотников, которые должны дождаться смерти проводника и похоронить его как полагается. Но один из оставшихся коварно обманывает спутника, убивает парня, а самого проводника бросает и мрать в вырытой для него же могиле. Предатель возвращается в лагерь за вознаграждением за выполненный обряд, но не представляет, какой железной силой обладает брошенный им герой Ди Каприо. Ведь жажда мести за сына удесятеряет его волю. При ходом в кино титанических многомиллионных фантастических блокбастеров о супергероях и космических путешествиях мы в последнее время стали как-то забывать о том, что кино не только развлечение, но прежде всего это возможность окунуться в неведомый мир, который нам недоступен. Будь то космос или морские глубины, далёкое прошлое или фантастическое будущее. В общем, настоящее кино должно уметь захватывать и погружать в пучины своего действия так, чтобы у зрителя не было ни малейшей возможности не то, чтобы попкорн в рот закидывать, но и вообще отцепить руки от подлокотников. Да, подобной мощностью кино достаточно редкий случай в кинотеатрах, но, возрадуйтесь, Выживший обязательно войдёт в список шедевров, о которых в последующие годы будет приятно говорить с придыханием. И давайте не станем рассуждать о перспективах Ди Каприо на Оскар 2016. Самому себе он уже всё давно доказал, а поклонники актёра уверены в его таланте ещё с подростковых ролей. Ну а предложения, которые Лео получает сегодня от лучших режиссёров и продюсеров, вряд ли смогут стать ещё лучше. Ди Каприо сегодня действительно находится на самой вершине славы. Его героев Юглас Человек довольно немногословный, и за весь фильм актёр произносит всего пару десятков реплик. Но в этом и заключается главный профессиональный вызов. Ведь нужно играть, а не читать текст, переживать, а не фантазировать, мстить по-настоящему, физически, а не скатываться в пошлость и мелодраму. Ди Каприо блистательно справляется со всеми задачами, и ни в одной сцене к нему не может быть никаких претензий. Он харкает кровью, он ест сырую рыбу, он спит на туши лошади, он убивает, крадёт, бежит. И всё это на самой высшей степени достоверности. И на это творение обязательно стоит посмотреть. А уже 14 января на экраны выйдет ещё один шикарный вестерн. На этот раз из-под пера одного из лучших режиссёров нашего времени, Квентина Тарантино. И, конечно, с не менее звёздным актёрским составом. Тут все любимчики Квентина Тарантино. И Курт Рассел, и Сэмюэл Л. Джексон, а также Тим Родд, Майкл Мэтсон, и, конечно, Дженнифер Джейсон Ли. Ну, опасения и страстей эта картина фанатам, конечно, доставила изрядно. Вестерн опять! Именно так многие отреагировали на анонс этого проекта. Со словами, мол, Квентин Тарантино превращается в Ридди Скотта или Джеймса Кэмерона, который зациклился на одном жанре. Не подумайте неправильно, Джанго был более чем хорош. Но и у вестернов в последнее время что-то расплодилось в какое-то превеликое множество. И хорошо, что опасения не оправдались. Как ни странно, омерзительная восьмёрка очень неплоха. То есть, конечно, это не шокирующий шедевр, это именно такой продукт, который привлекает своим умом и умело управляет зрителями, чтобы без всяких там 3D полностью окунуться в это место и в эту эпоху. Голубая и коричневая цветовая гамма радует глаз, но вот саундтрек преследует совсем другую цель. Понимаете, чувствовать тёплый ют в картине, периодически слушая довольно криповый саундтрек, оставляет у зрителя довольно неловкое ощущение. А актёры все просто блестящие. Все герои раскрылись. Сэмюэл Л. Джексон сыграл поистине страшного майора, которого стоит бояться. И это, наверное, самая лучшая его роль. О других долго рассказывать, наверное, не буду. Но Дженнифер Джейсон Ли просто талантище. Так сыграть одновременно омерзительную и очень приятную героиню достойно похвалы. Откровенным открытием для меня стал Уолтон Гоггинс, который своей физиономией схож с Джимом Керри. Видимо, в будущем он будет неким Марком Стронгом у Квентина Тарантино. Сюжет же повествует о США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Руд по кличке Вешатель конвоирует заключенного. И по пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на Ачибе, где уже расположилась весьма пестрая компания. Генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. И тут, как полагается, у Тарантино начинается самый замес, который я вам, конечно, рассказывать не буду. Лучше сходите в кино 14 января и сами посмотрите. Вот уж никогда не думал, что в эту передачу когда-нибудь попадет фильм, к которому свою руку, хоть и довольно косвенно, приложил Михаил Галустян. Не пугайтесь, это отличный американо-китайский мультфильм. А Михаил Галустян там просто озвучивает главного героя. И надо сказать, что делает он это довольно неплохо. Я говорю о продолжении мультфильма «Кунг-фу панда», часть третья, которая выходит в прокат 28 января. Сюжет, в общем-то, таков. Воссоединившись со своим давно потерянным отцом, наш главный герой По отправляется в тайный рай для панда, где его ждет встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей Кай начинает зачистку, и он уничтожает кунг-фу мастеров по всему Китаю. И По предстоит обучить боевому искусству целую деревню неуклюжих своих собратьев, и тем самым превратив их в отряд кунг-фу панда. Вот как-то так. И пусть сюжет не блещет оригинальностью, не стоит забывать, что это отличный и добрый мультфильм с изрядной долей юмора, над которым могут посмеяться и отлично провести время в кинотеатре не только дети, но и люди всех возрастов. Ну ладно. Удачи, друг. А мы идем дальше, и в тот же день, 28 января, на экраны нашей необъятной выходит довольно неплохая историческая драма, хоть и довольно сомнительная для нашей страны. Девушка из Дании. Действие картины происходит в 20-х годах 20-го века в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегдер просит своего мужа попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность, и Герда продолжает писать картины со своего мужа в качестве женщины. Но Эйнару, мужу-героине, начинает нравиться, собственно, женская внешность, и он начинает под ней жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола. И стоит отметить, что это не бурная фантазия сценаристов, а вполне реальная история, на основе которой сценаристы сделали довольно трогательный сценарий. У британского постановщика Тома Хупера уже есть режиссерский Оскар за историческую драму «Король говорит». Однако две награды в два раза больше, чем одна. И поэтому Хупер предлагает киноакадемию ленту, которую ей будет довольно трудно не отметить, особенно в наше нелегкое время. А на этом всё. Надеюсь, этот ролик вам понравился, и если это так, то не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, на какой из фильмов вы точно пойдёте в январе. Вдруг я что-нибудь пропустил. В общем, пока-пока, ребят, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok